Анапа, центральный пляж, кристальное чистое море. Да-да, это про нас. Мы сегодня находимся в отеле Сан-Марин и приглашаем вас посмотреть на три их прекрасных бассейна, номера, развлечения и еду. Большой обзор для вас, друзья. Добрый день, дорогие друзья. Мы вас приветствуем из самого центра города-курорта Анапы. Улица Красноармейская, 10. Здесь находится отель Сан-Марин, у которого есть свой пляж, подогреваемые бассейны, развлекательная программа, отличные номера. Есть и с прекрасным видом на море. Дорогие друзья, приглашаем вас вовнутрь посмотреть, как он выглядит. Вот так вот выглядит сам вход, но мы сначала про инфраструктуру. С левой стороны у нас подковочная зона для гостей. Они сюда подъезжают, проходят на рецепшн, регистрируются. Далее машину ставите на собственную охраняемую подковку. Далее находится у нас автовокзал. За ним центральный рынок Анапы, на котором продается абсолютно все. С левой стороны торговый центр, а также за ним находится еще один рынок северный, за которым расположен один из лучших парков развлечений джунгли, в котором есть все аттракционы, которые вы можете себе только захотеть. Ну а теперь, друзья, давайте пройдем в сам отель. Вот у нас по небольшой лестнице имеются пандусы для людей с ограниченными возможностями. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в отеле Сан-Марин. Просим на нашу территорию, я вам покажу и расскажу про наш семейный отель. Сам рецепшн довольно-таки просторный и удобный. Есть много мест, где можно разместиться, работает кондиционер. Здесь вам будет довольно-таки прохладно и комфортно. На основную территорию отеля, зону рецепшна, мы проходим уже по браслетам. Открываются дверки и вырываемся в ваш летний отдых. Пойдемте смотреть, ребята, как здесь круто, классно и красиво. Залитая солнцем территория, очень много родителей с детьми. Не забывайте, что Сан-Марин подходит для семейного отдыха. И в основном, как вы видели, мои подписчики сюда приезжают именно с детками. Потому что хорошая анимация, большая территория и много детских развлечений. Здесь, ребята, зона анимации с левой стороны и показывает немножко с другого ракурса в своем территории. Давайте посмотрим первую зону промежуточного питания. На улице есть такая великолепная терраса, на которой вы можете вынести еду и перекусить. И заходим вовнутрь. Глядим. Внутри тоже имеются столы. Давайте посмотрим, какие блюда предлагают. Здесь из крепких алкогольных напитков имеются водка, виски, настойки. Два вида пива. Легкий перекус. Из вин вам предлагают четыре вида местных производителей. Помимо перекусов, есть еще поздний завтрак и поздний ужин. То есть, можете, в принципе, полноценно здесь позавтракать. Выбор довольно-таки большой. Также есть чай, кофе, сухие завтраки, мороженое. Нескольких видов. А также напитки. И творог со сметаной. Довольно-таки крутой выбор для перекуса. Как вам? Система перекусов работает с 10 утра до 12 ночи. Перерывы идут только на прием основной пищи. Вы можете увидеть, что все с детьми приходят на перекус. Также там есть лимонады. А то я только про алкогольные напитки вам рассказал. Напротив сцены, на которой проходят мероприятия, есть такие вот еще скамеечки. Рядом с озеленением, на которых можно отдохнуть. С левой стороны от второго корпуса имеется еще одна зеленая зона, на которой расположена большая детская площадка с прорезиненным прокрытием, возможность отдыха на скамейках для родителей. Она тоже очень большая. Но сейчас все детки на морях, ребята. Очень удобно снимать территорию. Практически никто не мешает. Далее уже за самим корпусом находится бассейн. Находится под открытыми лучами солнышко. Здесь есть и зоны отдыха под тени, и шезлонги под солнцем. В длину бассейн 25 метров. Он очень большой. Сейчас возле него мы с вами наблюдаем, как проходит анимация. Глобное поло. И ребята пытаются победить и выиграть. За бассейном уже место, где с вашими детками занимаются росписью керамики. Еще есть дополнительные столы. И здесь находится бар возле бассейнов. Куда дальше их еще два. Здесь тоже играют с детками. Постоянно аниматоры в работе, ребята. Кто-то на бассейне, кто-то за столами. Рождикают детей, пока их родители отдыхают. Отдыхают возле бара. В этом баре имеются алкогольные напитки. Это вино, пиво, а также лимонады для детей. Ну и снеки. Остальное меню уже за доплату. Проходим дачу по территории. Здесь имеются еще два бассейна с подогревом. Вокруг них расположены также шезлонги. Чаши довольно-таки большие. Одна чаша для взрослых и вторая для детей. Она сгоркая. Также в углу имеется теневая зона, в которой люди могут прятаться от палящих лучей солнышка. Сейчас можем увидеть, как дети здесь вовсю кувыркаются, развлекаются, веселяются. Играют также с аниматорами в мяч. Добрый день, уважаемый гость отеля Sun Marine. Вас приветствует служба анимация. Мы работаем для вас, чтобы вам было весело, чтобы вы улыбались и всегда было чем заняться. Мы работаем с 10 утра до 10 вечера. Предлагаем вам игры для детей в детском бассейне. Различные развлечения для взрослых. Это и настольный теннис. Бильярд. Водное поло. Различные взрослые игры. Бирпонг, алка, шашки. Скучно не будет. На протяжении всего дня у нас работает второй этаж, где вы можете прийти, поиграть в приставку. Различные игры. Детей помладше работает кинозал. Все, всем хорошего дня. Приезжайте, мы вас ждем. Посмотрим второй корпус. Здесь расположена и детская игровая зона. На первом этаже экскурсию вам предлагают. То есть вы можете прямо в отеле заказать себе путешествие в красивые места нашего города Анапа. Теперь поднимаемся на второй этаж. Здесь имеется бильярд, шашки. С ребятами работает аниматор. Есть места для отдыха для родителей. Настольный теннис. Телевизор можно посмотреть. А также есть возможность поиграть в приставку. Чем детки сейчас и занимаются. Ох, да ты супер игрок, я смотрю. Я знаешь, когда последний раз играл в детском лагере? У нас были соревнования. Сам ты же не актикнул? Я, в смысле, я только что выиграл. Сам не актикнул. Ай, вот сейчас я. Обратите внимание, насколько широкие коридоры во втором корпусе. Большому сожалению, номера все заняты. Мы вам показать их здесь не можем. Смотрите на сайте, там все фотографии и описания имеются. На втором этаже, как я и сказал, здесь есть детская игровая комната. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь большой выбор игрушек. Вы можете сюда прийти с детками с 4 лет и их оставить под присмотр профессионального воспитателя. Очень уютно и красиво. Также во втором корпусе имеется свой собственный кинозал, в который вы можете прийти и посмотреть разнообразные фильмы. Смотрим с вами номер люкс на девятом этаже, видовой, двухкомнатной. Доступ в номер по карточкам. Освещение включается также с карты. Вставляем ее, зажигается свет. С левой стороны у нас место для хранения. С правой стороны имеется термодатчик. Здесь центральное кондиционирование, которое полностью во всех номерах и комнатах у вас регулирует температуру. С левой стороны место для верхней одежды. С правой стороны у нас много разных отделений и тоже для верхней одежды с плечиками. Также имеются дополнительные одеяло, халаты и сейф. Сам номер довольно-таки просторный. С левой стороны имеется кофемашина, чайная станция и раскладывающийся диван. Далее идет прикроватная тумбочка и раскладывающее кресло. С правой стороны находится стол, над ним имеется телевизор, на столе набор посуды и приветственное шампанское. С этой комнаты осуществляется выход на балкон. Балконы здесь очень красивые, видовые, особенно с девятого этажа. Здесь просто восхитительный вид на Анапскую бухту и наш любимый город-курорт. С левой стороны имеется мебель, здесь стол и два стула. Балкон у этого номера очень большой. Также есть место, где посушить ваши вещи. Отделен от соседних балконов матовым стеклом. Смотрим соседнюю комнату. Она изолированная, закрывается на замок. Здесь у нас спальная, большая двухспальная кровать с новым матрасом, красивым изголовьем бра, прикроватными тумбочками. С правой стороны имеется гладильная доска и утюг. Напротив кровати стол, в котором находится холодильник, пуфик и телевизор над ним. С этой комнатой также можно регулировать отдельно температуру. И имеется выход на балкон. Балкон у нас тот же самый, с тем же самым прекрасным видом. То есть он один на весь этот номер. Также имеется зеркало и телефон. Смотрим санузел. С левой стороны от входа имеется ростовое зеркало. Заходим в него. Здесь главной отличительной особенностью люкса в том, что здесь ванная. С правой стороны у нас унитаз, полотенцесушитель, тропический душ, также большое зеркало, красивая столешница, набор полотенец, мыльных принадлежностей, фен и дополнительное зеркало. Эта зона у нас также с подсветкой. Снять этот номер вы можете за 27 тысяч по системе Ультра все включено. Полную стоимость уточняйте на сайте. Также как выглядят другие номера, смотрите там. Сейчас отель практически в полной загрузке и мы сможем показать вам только несколько номеров. В отеле имеются также красивые лестничные площадки. Лестница широкая и удобная для вашего дополнительного перемещения. Смотрим 10 этаж. Номер двухместный стандарт с дополнительным местом. Доступ в номер по карточкам. Номер 16 квадратных метров. Электричество включается также с карты. Также центральная система кондиционирования. С левой стороны имеется место для хранения. Для верхней одежды доп. одеяла. С правой стороны халаты, сейф и дополнительные полочки. Далее тумбочка, в которой находится холодильник и чайная станция. Правила поведения в отеле. Швейный набор, приветственное шампанское. Сам номер довольно-таки просторный. Хорошая двуспальная кровать с новыми упругими матрасами. Возле нее прикроватные тумбочки. Бра. Далее есть раскладывающиеся кресла, которое идет как дополнительное место. Напротив телевизор, столешница. На ней телефон и сверху зеркало. Также имеется торшер и кресло. С этого номера, как и со всех, имеется выход на балкон. С этой стороны балкон у нас дает вид на саму Анапу. Тоже очень красиво разглядывает частный сектор. И с левой стороны мы все так же видим наше прекрасное любимое море. Отсюда как раз видно рядочком пак аттракционов. Есть рынок первый, второй, автовокзал. То есть мы находимся в самом центре Анапы. Центральный просто не придумаешь. На балконе имеется ротанговая мебель. Это стол и два стула. Сейчас мы смотрим с вами санузел в этом номере. Здесь большое зеркало с подсветкой. Раковина, набор полотенец. Также есть фен, дополнительное зеркало. С левой стороны унитаз, телефон, полотенцесушитель. И очень большая просторная душевая зона с тропическим и обычным душем. Стоимость этого номера 16 тысяч. По системе ультра все включено. Сейчас мы посмотрим ресторан в шведской линии. Завтрак здесь с 8 до 10. Обед с часу до 3. Мужин с 6 до 8 вечера. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо большое. Давайте по левой стороне начнем. Здесь кофемашина, чайная станция. И выбор здесь довольно-таки большой. То есть не в одном наличии оно стоит. То есть вы можете набираться дальше. Сам зал довольно-таки просторный, большой. Работают кондиционеры. Вы удобно сможете сесть, разместиться. Оксана уже набирает себе разнообразные вкусняшки. Здесь у нас рулет из курицы. Свежие овощи. Салат мимоза. Кубанские разносолы. Как это все красиво оформлено и аппетитно выглядит, друзья мои. Макароны с куриным филе. Ля-кебаб и свининные курицы. Вис отварной. Сердце в бульоне. Тарелки. Обратите внимание, стоят на мармитах. Они подогреваемые, чтобы еда не остывала, когда вы ее положите туда. Далее, картофельное пюре. Тушеная свинина. Моя любимая фасоль. Самое вкусное и любимое мое блюдо. Рыба жареная. Далее у нас свекла по-корейски. Салат славянский. Салат солнечный. Салат сытный. Причем вы сами можете выбрать, какие овощи вам надо. И смешать их под свой вкус. Посмотрим следующий островок. Чем он наполнен. Здесь овощная нарезка. Разносолы кубанские. Ух ты, с мидиями. Салат сытный называется, друзья мои. Далее. Греча отварная. Свинина с овощами. Имеется паста с курицей и грибами. Окорочка. Также макароны с курицей. Курица отдельно. Еще фасоль. Индейка с грибами в сметанном соусе. Вот это выглядит все очень привлекательно. Гречка. Тефтели. Пюрешка. Курица отварная. То есть на любой вкус и цвет вы здесь себе найдете. Первое блюдо. Это борщ. Смотрите, ребята, как он наваристый, красивый. Далее. Суп грибной. Есть наполнители для бульонов, который стоит рядышком. Куриный. Далее. Еще один борщик и суп лапша. Хлеб в ассортименте. Так как отель Сан-Марин приветствует семейный отдых. Здесь есть вот такие вот прекрасные маленькие стульчики. Для самых маленьких. Стоят стулья для кормления. Ну и сам зал. Я вам хочу показать, что он очень большой и просторный. Который вы можете принимать еще. Перед тем, как мы продегустируем здесь питание, я вот вам сейчас ставлю отзыв от моих подписчиков, которые меня поймали. Да ну нафиг! Я три года подписана! Это прекрасно. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Да ладно, я каждый день смотрю. Я сейчас уже телеграм-перешла. А это кто? Блин, в вашей небесе. Вы представляете, последний день мы завтра уезжаем. И я рада, я так рада. Это очень приятно. Как детей ваших зовут? Ксения Анастасия. Как вам отдыхаются в Сан-Марине? В Сан-Марине вообще супер. Прошлойкие отзывы были не очень. В этом году, я не знаю, мне очень нравится. Анимация просто по высоте. Дети полны в восторге. Уборка номеров, тоже все хорошо. Бассейн все супер. То есть вы прям счастливы, что отдохнули здесь? Да. В следующем году будем рассматривать вариант, потому что возвращаться сюда. Очень удобно расположен. До набережной улицы, на табарной аттракционах. Очень быстро. Все нравится. Это прекрасно. Ваш отзыв как раз таки и зайдет сюда. У меня уже от выбора в глазах. Ребит, мы смотрим с вами еще один островок. Здесь напитки сухофруктов, чайка КД, ряженка, йогурт, кефир, фрукты. В ассортименте разные салса. Это сметана, маслины, оливки. Далее опять фрукты. И вот соус тартар, майонез, соус дзадзики. Самое важное для многих гостей это выбор вина. Вино красное сухое и белое сухое. И с другой стороны прям очень-очень большой выбор разных сладостей. Я даже пока еще не решил, что сам хочу из этого попробовать. Ну, тем, кто собирается есть приятного аппетита. Очень понравилось, что здесь есть как на четырех местных столиках, так и шести местных столиках, когда большой семьей приезжаете, можно поесть. И вот такие вот для пар. Очень классное размещение. Для меня это кажется прям вау. Мы сейчас с Оксаной будем сидеть на таком стуле. Стулья с большой спинкой мягкие. У меня в камеру, ребятки, не помещается все, что мы взяли. В общем, вот это мое. Я взял первый грибной супчик. Взял по чуть-чуть всего и получилось. Мне когда говорят, что Юра, там есть нечего, я так, ну я же вот просто вроде попробовать. И все, и Оксана так, как бедный родственник, чуть-чуть поклевать. Но с борщиком. А я буду грибной супчик. Как тебе борщик? Как вкусно. А может, классно. Грустящий. А я продегустирую грибной супчик. Нетипичный для меня. Я тоже ел борщик. Но думаю, давайте делать разнообразие. Ммм, очень нежный, очень вкусный. Бульончик просто супер. Ну и сам грибочек с картошечкой сварен идеально. В тем временем началось питание в отеле. Уже много людей пришли. И посмотрите, сколько здесь людей с детьми. Меня восхищает то, что НАПА детский курорт. И радует, что детки находят здесь для себя свой первый отдых. А значит, что они потом будут сюда возвращаться. Вспоминая все эти вкусности, которые здесь ели. Ведь в детстве все гораздо вкуснее кажется. Супчик у нас просто залетел. Ну и так, по-быстрому. Дегустация. Ммм. Салат может подуть, он прям очень вкусный. Кефтелька просто растаяла во рту. Очень было интересно попробовать индейку с грибами. Грибочки вкусные. Ммм. И индейка тоже. А тебе рулетик? Вкусно. Пирожка вкусная. Ну смотрите, детки сами себе набирают даже еду. Хвалятся о том, что взяли. Ребята, пробую фасоль. Ммм. Очень необычный вкус у фасоли. Не знаю, какая посыпка, но прям классно получилось. Рулет я попробовал. Он с курагой, ребята. Такой пикантный вкус. Прям вау. Очень неожиданно. Давайте я тоже пюрешечку. Ммм. По вкусовым характеристикам, как в детстве. Я уверен, вашим деткам очень понравится. Я сейчас еще каждое блюдо вам буду на камеру пробовать. Мы с вами будем смотреть около часов-двух, сколько я ем. Просто я с такой разнообразием набрал. И ты ешь, и там другой вкус. И тут другой вкус. Взрывается. Вот сейчас курочку попробовал. Салатик прям залетел с морепродуктами. Там коктейль из моряков. Очень вкусно. Аксана Толщина, и довольная, счастливая. А листы вкусные. Говядина, ребятки. Мясо тоже очень вкусно. Не разваливается, но на волокна разбирается легко. Я уже не был. Я вот столько мяса попробовал. У меня еще и люля, кебаб и рыба. Я кебаб хороший. Это была свинина с овощами. Я взял только свинину. Еще хочется попробовать с оленя. Перчик кайфовый. Посмотрите, сколько детей, ребят. Просто везде дети, дети, дети. Еще идет отель для отдыха семьи. Здесь я слушаю, как люди общаются. Они приезжают не одной семьей, а целыми компаниями огромными. И стараются еще все поближе сесть, чтобы меньше покусать. Пробую рыбу, я боюсь ошибиться, кто это. Но очень вкусно. Я сегодня восхищен разнообразием питания и разнообразием вкусов. Мы еще еще не попробовали. Помидорчик, ребята. Ну по факту. Вкусно, разнообразно, классно. Чего еще хотеть? Людей здесь ест тоже много. Никто не возмущается. На десерт. Вы посмотрите на работу официантов. Стол освобождается. Подходят ребята с каталками. И сразу очищают стол. Мы поели, довольны. На прощание возьмем себе какой-нибудь фруктик. Тебе будешь облачком? Я у тебя отбушу. Еды еще вы можете увидеть, что на разносах очень много. Ее постоянно пополняют. И состав тех людей, которые здесь отдыхают. Все самое главное, что ходят и улыбаются. Отчего еще мечтать о шведских линиях? Красота и счастье. Кто-то уже поел, и как мы, покидает данное заведение. Это было очень вкусно. Самое главное, что я могу ответить. Тебе все понравилось? Да, было очень вкусно. А теперь осталось сесть на автобусик и поехать на море. Но перед этим давайте мы вам покажем здесь платные, которые не включены в проживание. Это ресторан и караоке. С холла отеля можно попасть в ресторан Гриндак. Также есть сход с улицы. Это отдельная коммерческая тема. Здесь вы можете прийти поесть. Разместиться в очень удобном пространстве. Работает кондиционер. Играет очень хорошая музычка. Большой выбор алкогольных напитков. А также ребята готовят очень вкусно для вас. Также есть возможность посидеть на улице. У ребят здесь будет обустроена веранда. Ресторан работает с 11 до 12. Так что приходите, даже если вы просто отдыхаете в Анапе. Если вы здесь ели, пишите обязательно ваши отзывы. Это тоже очень важно. На цокольном этаже расположена караоке. Называется White Nones. Проходим, смотрим. Смотрим с вами караоке. Оксане там очень понравилось. Работает с 6 часов до 3 часов ночи. Насладиться с 6 часов до 10 с детками. Безалкогольными коктейлями. А уже после без детей. Здесь алкогольные напитки. Большой выбор. Очень хороший качественный звук. Шуровские микрофоны. И очень красивое, стильное пространство. Можете сами это оценить. Как это прекрасно выглядит. Удобно, круто, классно. Приглашают вас они сюда. В течение всего дня на пляж курсируют вот такие комфортабельные шаттлы. На которых можно уехать туда и обратно. Моя подписчица с детьми говорит, чтобы не ждать пешочком 10 минут прогулялись. То есть каждому свое. Кто-то хочет гулять по городу, а кто-то комфортно ездит на море. Приехали. Смотрите. 7 минут и мы уже на пляже. Фот кондиционером великолепно. Ощущение какой-то нереальности. Прямо с автобусом ты выходишь сразу на пляж, на песочек. А другие ребятки уже садятся и уезжают обратно в отель. Ну и честно, я обратно прогуляюсь пешочком. Вот вам, пожалуйста, современный отель. Приехали наши люди с отеля, с детками, все семейные. Подходит для как раз таки именно такого отдыха. За счет большое количество анимации, разных развлечений, вкусного детского питания. Только как ходить после такого питания, мы идем как господавт. Походу больше всех съели. Они как-то пободрее все идут. Мне кажется, реально с детьми нас обгоняют. Проходим немножечко до настила, где начинается у нас лучший песок. И посмотрим на эту огромнейшую территорию пляжа. С левой стороны есть уже завезенный пандус для людей маломобильных. Его установят и также можно будет заезжать в море на колясках. Коляске тоже сами имеется заработать в дальнейшем. Сан-Марин вход на пляж проверяет ваши браслеты. С левой стороны есть дополнительное питание. Здесь оно за отдельную плату. И на входе есть вот такая вот зона отдыха, на которой вы можете присесть и отдохнуть. И далее над всей территорией пляжа имеются вот такие вот красивые навесы, под которым расположено просто огромнейшее количество лежаков. Ребята, здесь 80 метров пляжа. С левой стороны проходим спасательное место для того, чтобы позаниматься спортом на пляже. Есть туалет подписан. Здесь находятся душевые, также имеются переодевалки, в которых вы можете переодеться в пляж. Но я советую вам уже приезжайте сюда для того, чтобы быть готовыми к отдыху. Вы видите, что людей не так уж и много, при этом море чистое, купание разрешено, все хорошо. Ребят, большинство, к сожалению, констатирую факты, отдыхает на бассейнах. Заходим вовнутрь точки быстрого питания. Здравствуйте. Здесь можно попить прохладительные напитки. Есть пицца, осетинские пироги. Также для вас приготовят сладкую вату. Ну и на выбор такие вот снеки, которые вы можете перекусить. Также имеется холодная и горячая водичка. А для деток также есть попкорн. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Диана. А вас? Даша. А тебя? Дайка тебя зовут. Он инкогнито останется так же, как и папа. Как вам вообще отдых в Анапе? Приезжаем уже несколько лет из солнечного города Ярославль. Либо в Анапе, либо в Витязеве. Почитаем отдыхать. В Сан-Марине уже находимся второй раз. Надеемся еще приехать. Говорят, в этом году даже лучше, чем в прошлые годы было. Так ли это? Я думаю, что примерно то же самое все осталось. Не вечерованное. Море немножко подвело эти дни, но сегодня было все хорошо. Ну, шторм это от природы, нет отеля, зависит. Ну, это понятно дело. То, что вы делаете осознанный выбор, второй раз сюда приезжаете, говорит уже как бы о многом в отеле, что вам тоже нравится. Я встречаю сегодня вторых подписчиков, которые уже не первый раз сюда приезжают и довольны. И это приятно. Вам хороший отдых, солнечная погода и тихого, чистого моря. Спасибо. Вам хорошая тема. Еще одна семья подписчиков. Ну, я делал обзор на этот отель, поэтому ребята, по-моему, в том числе видео выбирают его. Выходим на пляж, друзья. Вы увидели, что теневых навесов много, шезлонгов много, пустых еще больше. Поэтому приезжайте, отдыхайте. Самое важное познакомиться с морем. Ширина отступа здесь хорошая. Люди размещаются, друг на друге не лежат. Что прекрасно. Мы находимся подальше от центра Анапы. Это большущий плюс, потому что вы можете видеть, здесь пусто, а посмотрите туда. Там свободных мест нет, дорогие друзья. Самое важное, что там, как на море. Сегодня было 30 градусов. Температура воздуха в прогнозе вообще стояла 27. Мы сюда ехали на автобусе, там сказали 28, показывал в тенечке. Ну, море у меня на солнце 31 градус. Море само, ну, просто великолепное. После штормика оно почистилось. Классное, прекрасное. Вся береговая линия просто призывает вас к тому, чтобы взять, приехать и отдохнуть. Такой отдых вам запомнится навсегда. Повторяю, друзья, шикарный отель для семейного отдыха. И тот показатель, что мы встречаем моих подписчиков с детьми, говорит именно об этом. Выбирайте, отдыхайте, приезжайте. Ну, и даже молодым парам, я вам показывал, да, и двухместные номера. В том числе отдыхать здесь будет просто очень классно. Ну, вот я стою, температура не меняется. Небольшой южачок и просто почти 30 градусов вода. Реально, говорю, то есть не меняется. 29,7. Дорогие мои, вы сегодня посмотрели на великолепный отдых в отеле современном. Рядышком со всей инфраструктурой города-курорта Анапа. В который вы можете приезжать с семьями, с друзьями, большими компаниями отдыхать и наслаждаться. Номера есть разнообразные. И коннекты, джуниоры. Ну, короче, вот все. Есть оно на сайте. Жалко, что мы только два смогли посмотреть с вами. Но я думаю, что вам было интересно и на них следить. Уровень везде уже идет очень высокий. Семьи с детьми найдут как раз-таки здесь море, хорошую анимацию, детские развлечения, детское питание. В общем, все, что вам надо, чтобы не заморачиваться на отдыхе. Поэтому здесь и современное ультра, все включено. Дорогие мои, жду вас в отзывах. Особенно тех, кто здесь отдыхает, кто приезжает и выбирает город Анапу. Как вам такой отель, если вы здесь не были, а если отдыхали, то тоже пишите, понравилось вам или нет. Все, кого я встретил, своих подписчиков, даже те, которые постеснялись на камеру, им тоже большущий привет. Спасибо большое за то, что смотрите. Я вас всех жду в телеграм-канале. Как первое подписчице сказал, я уже за телегу перешел, потому что, говорит, скучаю без тебя, а хочу знать об Анапе все. Если вы такие же, то подключайтесь в телеграме. Даже этот обзор уже вышел, а вы только видео тут посмотрели. Крепко обнимаем вам. Передаем привет, черноморский. С вами был Юрий Азаровский и красавица Оксана. Продолжение следует...